Ведущий военный вуз Украины возглавил новый руководитель личному составу Национального университета обороны имени Ивана Черняховского. Его представил профильный министр Степан Полторак. Новый ректор университета обороны генерал-лейтенант Анатолий Сиротенко опытный боевой офицер на фронте с первого дня войны на востоке Украины. Министр обороны новому руководителю поставил задачу повысить качество подготовки боевых офицеров. Диванным в армии не место. Университет надо освободить от сотрудников без практического опыта и прекратить подготовку офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровня в аудиториях и классах. Они должны получать знания на практических занятиях и на учениях. Офицеры, которые учатся в университете, должны иметь опыт ведения боевых действий. Впрочем, глава оборонного ведомства уверен, что за три года российской агрессии вооруженные силы Украины научились отвечать на военные вызовы. Украинская армия возродилась и окрепла и сегодня готова противостоять в случае вторжения России. В Минобороны не исключают, что для этого могут быть использованы российские и белорусские учения. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть в связи с этими учениями и будем адекватно реагировать на них. Угроза вторжения не исключена. В условиях учений потенциально возрастает. Большое количество личного состава продвигается к границе Украины в рамках учений в Белоруссии. Все, что происходит на границе, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины. Совместные стратегические учения Белоруссии и России «Запад-2017» запланированы 14-20 сентября. По предварительным данным, в них будут задействованы до 13 тысяч военнослужащих.